В своей работе Одесский городской совет всегда придерживался позиций государственнических. Мы всегда прислушались к мнению и центральной власти, и в том числе военных. И когда принимали генеральный план, и когда распределяли земли бывшего аэродрома школьных, в первую очередь мы руководствовали с интересами военных. И первые шаги мы сделали по просьбе военных, выделив им те территории, которые для них были необходимы для эксплуатации и вертолетной части, воинской части, которая там находилась. Те территории, которые остались без военных, без каких-то сооружений, пустые, и согласно земельному кодексу оставались коммунальные собственности, были распределены согласно зонингу, согласно генеральному плану. То есть распределяя эти земли, мы реализовывали положение генерального плана. Часть территории была отведена под горы Лекта Транс, под новую базу, часть под парк, часть под жилое строительство. На сегодняшний день, в связи с тем, что за несколько лет ситуация изменилась, поменялась и позиция государства по отношению к этим землям. Мы это прекрасно понимаем. И аргументы военных мы слышим. Сегодня есть письмо министра обороны в адрес городского главы, и сегодня есть многочисленные ходатайства о том, что этот аэродром востребован и нужен военным в старом его качестве, то есть как полноценный аэродром. Он был запасным грунтовым аэродромом. Мы это прекрасно слышим, мы понимаем, и мы должны занимать позицию государственническую, позицию национальных интересов, позицию безопасности, и, конечно же, обязаны прислушаться к этому мнению. Благо, на сегодняшний день ничего не построено, ни один колышек не забит на территории этих земельных участков. Мы вполне можем передать, безболезненно передать эту территорию обратно военным. Но при этом надо понимать, и одесситы должны понимать, что есть очень важный момент. На сегодняшний день существует единственная лазейка в законодательстве, которая позволяет строить на территории городов, в обход самих городов. Что, как вы понимаете, в этом не заинтересованы никто из одесситов, ни власти, ни одесситы. Когда бесконтрольно строятся на территории города, ничего хорошего из этого не получается. К сожалению, сегодня законодательство позволяет строить на территории военных частей земельные обороны, жилые комплексы, собственно говоря, что угодно, фактически не спрашивая у города. И поэтому, когда мы эти земли закрепляли за городом, мы пытались упредить такое развитие событий, что практически посреди города может появиться вне зависимости от интересов города целый новый жилой микрорайон, без социальной инфраструктуры, школ, садиков, больницы и так далее, транспортной инструктуры. То есть, если мы на это не влияем, мы, конечно же, были не заинтересованы в том, чтобы это появилось. Именно этим в том числе мы руководствовались, когда закрепляли территорию за городом. Когда мы сегодня понимаем, что министр написал письмо, обратился, дает гарантии, было заседание Совета национальной безопасности и обороны, где мы четко получили заверение о том, что эти земли будут использоваться именно в военных целях, мы смело можем понимать, отдавать эти земли, передавать военным. Я думаю, что мы прекрасно понимаем, что вопросы безопасности – это вопросы номер один. Именно этим мы руководствуемся, когда сегодня начинаем длительный этап, он будет непростой, передачей земли военным. Он будет распределен на несколько этапов, потому что, согласно зонингу и генеральному плану, эти земли действительно имеют другое назначение, целевое назначение, а не земли военных. Поэтому на первом этапе мы действительно открепим эти земли от тех коммунальных предприятий, которым были переданы, а дальше будем менять целевое назначение земли и в последующем передавать их военным. За это время, я надеюсь, что и в судебной плоскости разрешится вопрос. На сегодняшний день мы впрямую тоже не можем передать военным, потому что существует судебный запрет. Судно наложил запрет на любые действия, в том числе на любую передачу этих земель. Я думаю, мы решим совместно с военными и этот вопрос в судах, и это откроет возможность дальнейшей передачи этих земель военных.